Добро пожаловать на лекцию про активацию Windows. И мы начнем с того, что надо сделать активацию на Windows и на Office, потому что это незаконно иметь Windows без активации. Это их проверка. То, что вы купили лицензию, заплатили им деньги, но с точки зрения технической ничего не произойдет, если вы не купите Windows и не сделаете активацию. У вас всего лишь будет раздражающее такое в углу сообщение, что надо сделать активацию. Это сообщение будет все время. Это такой водяной знак, который будет все время на экране. Не важно, что вы откроете и запустите. Это немножко раздражает. В Personalization, то есть в меню, мы не сможем поменять цвета, фон, taskbar. То есть мы не сможем ему сделать настройки перед тем, как сделаем активацию. То есть это единственное, что он блокирует с точки зрения работы Windows. И мы иногда будем получать такие прыгающие сообщения, такие выплывающие сообщения. То, что нам надо сделать активацию. У нас всегда в углу будет водный знак, раздражающий, что надо сделать активацию. И мы не сможем сделать Personalization. То есть поменять фон. Это вот в этом контроль панели есть, видите, Personalization. Это тоже самое место, в котором мы были. Просто до этого мы зашли быстрым путем, а сейчас я вам показал через Settings, через Control Panel. И также я читал, что какие-то апдейты Windows не критичны, важные, какие-то опциональные не будут тоже устанавливаться. Если я все-таки решил сделать активацию и купил лицензию приблизительно за 100 долларов, мне надо занести ее номер. Для этого мы идем в пункт меню Activation, который находится в Update and Security. И в Activation есть место забить мою лицензию. Я эту лицензию должен купить для моей версии Windows 10 Professional. Я могу ее купить на сайте Microsoft, в магазине самого Microsoft. И тогда все произойдет автоматически. Или могу ее купить в обычном магазине и получить 25 символов с кодом этого продукта. То есть лицензия, которую я покупаю, это Product Key на 25 символов 5 на 5. И когда я их забью Windows, он возьмет эти 25 символов вместе с идентификаторами моей материнки и пошлет на сайт Microsoft. На сайте Microsoft они проверят, что лицензия, этот Product Key, этот номер, он настоящий, а не фиктивный, что его еще нигде не использовали. И сохранят у себя на сервере у Microsoft, что такая материнка получила такой ключ. И возвратят мне ответ, ОК, активация прошла. И после этого, если я отформатирую заново свой компьютер, то он автоматом при первом подключении к Windows пройдет активацию. Потому что Microsoft сохраняют Hardware ID, идентификаторы моей материнской платы и автоматом сделают мне активацию. И это называется дигитальный сертификат, дигитальная лицензия. То есть дигитальная лицензия, это лицензия, которую я получаю от сервера Microsoft после форматирования. У меня может быть Product Key, который я купил один раз, а может быть дигитальная лицензия, которую я получил после форматирования автоматом, ничего не делая. Этот дигитальный сертификат можно получить напрямую из магазина и все будет там автоматически, мне ничего не надо делать. Или после того, как я вбил этот Product Key, он тоже после форматирования сможет сделать автоматическую активацию, получить дигитальный сертификат, потому что все сохранено на серверах Microsoft. Какая материнка, какую лицензию получила. И после форматирования он автоматом активируется при первом подключении к Windows. А если я поменяю материнку, а что будет, если я выкину этот компьютер в море и куплю новый компьютер? Я смогу перенести лицензию на новый компьютер. Но для этого мне надо связать мой аккаунт в Microsoft, мою личность, мое имя с этой активацией, с этой лицензией. То есть лицензия связана с материнкой и это все вместе связано с моим аккаунтом в Microsoft. Я не обязан это делать, но если я это сделаю, потом на новом компьютере я смогу зайти в Troubleshoot, вот в этот Troubleshoot и сказать ему, это новая железка, это новая материнка, присоедини ее к моей старой лицензии вместо того старого компьютера. То есть я смогу перенести лицензию Microsoft на новый компьютер. Мы можем здесь нажать вот этот Troubleshoot и он мне даст такую возможность. Я еще раз повторяю, мы покупаем первый раз лицензию Product Key в обычном магазине около дома или где-то по интернету. Вбиваем этот Product Key. Он связывается с моей материнкой и отсылается на сайт Microsoft, а там сохраняется и после форматирования он автоматом сделает активацию. Кроме этого я смогу это все связать с моим личным аккаунтом в Microsoft и тогда я смогу переносить эту лицензию с компьютера на компьютер в том случае, если я поменяю материнку или поменяю все железо. Это не всегда возможно. Мы поговорим о ситуации, когда у нас есть лицензия, которая не позволяет переносить ее с компьютера на компьютер. Об этом мы поговорим через пару минут. Давайте я вам покажу, как это выглядит на моем личном компьютере. Вот это мой личный физический компьютер. Мы можем увидеть, что он прошел активацию. Windows is activated with digital license. Что значит digital license? Значит либо я купил его